Нина Силакова Он может никогда не вернуться Спасибо, до свидания, выздоравливайте Спасибо, до свидания Ах, красотища ты какая Да, я когда это увидела, подумала, что я умерла Что вы Что вы От касательного полевого ранения теперь не умирают Так, посмотрим, что тут У нас Софчик ровненький Тормозок Тоже Ваш муж такую чудодейственную мазь прислал Я думаю, что у вас до свидания останется Кто прислал? Муж Он у вас такой Внимательный Такой заботливый Да Я думаю, сегодня после обеда мы вас и выпишем Правда? Здорово А вот еще вам муж прислал Спасибо А вы замужем? Нет, я вдова Мы занимаемся организацией различных рекламных компаний В том числе для очень солидных банков Ну, среди наших клиентов Я знаю Но я не от банка Я от себя лично Прекрасно Я прошу ко мне Прошу ко мне Прошу, проходите Благодарю Мои пенаты Присаживайтесь Прошу, прошу Как вам? У меня Очень, очень Спасибо Я хочу, чтобы вы организовали возвращение известной модели Нины Силаковой в модельный бизнес Триумфальное возвращение Ну, нет проблем Нет проблем Вы сможете Даже если бы она была безногим инвалидом 70 лет Вы же прекрасно понимаете, что все зависит от сметы Вы же знаете, что если каждый день на телевизионном экране будут показывать, простите, голую попу То уже через неделю эту попу будут узнавать на улице А через две недели у этой же попы будут брать интервью В вашем ответе чувствуется профессионал высокого класса Спасибо Похоже, вы частенько имели дело с подобной клиентурой Ну Но здесь дело гораздо проще Молодая, красивая женщина, 27 лет Выглядит гораздо малым И смета, как я понимаю, не главное Главный результат, хотя смета тоже не имеет значение Понимаю, понимаю Извините, Михаил Ефимович, тут господин уколесник Да, это ко мне Спасибо, милая, пригласи, пригласи, спасибо Добрый день, прошу вас, конечно, присаживайтесь Извините, Михаил Ефимович Михаил Ефимович То, что вы просили, уже нет Что есть Вот и вот Вот это Я так и думал И еще Мне нравится Да Ну что, я побежал Беги Беги Спасибо До свидания Ну конечно, всего доброго Я прошу прощения Вы позволите, только одним глазком Я, пожалуйста Спасибо Я прошу прощения Что вы, конечно Да Ниночка Я думала, так не бывает в жизни Недолго ты у нас куковала Одежу принесли Я счастлива, понимаешь Цветы ты заберешь или как Подожди секундочку Вот эти вот заберу Остальным врачам Спасибо Да Начать с общей концепции Так сказать Подхода к Ниночкиному имиджу Откуда ты узнал, что из всех цветов я люблю именно такие розы? Потому что я ее тоже люблю, такие розы Я люблю все, что вы можете Ну куда мы едем, домой? Ну видишь Я по себе так соскучилась Прошу Ну вот То место, которое имеет прямое отношение К нам И к нашему дому А что, твой паспорт у меня На размышления дают Две недели Раньше давали больше А тебе нужно больше? Я уже про нас все понял, давно решил Наверное, для женщин это счастье Когда есть кто-то, кто принимает за нее решения Наверное, я просто от этого отключу Пошли? Пошли Ну что, снайпер Продолжим Запоминайте последовательность Схемы дома Первый этаж Второй Схемы участков Ф1 Ф2 Ф3 И так далее Переход объекта на этаж Или выход из дома Набор клавиш и ясен? Набор стандартный Более общей схемы нет? Shift F1 Радиус до 5 километров Микрочип, который на генерале небольшой мощности Могли бы поставить и посильнее Зачем? Генерал Бессонов из дома практически не выходит Если выйдет только в танки Под прикрытием вертолетов Боитесь? Что это может случиться? Мы ничего не боимся Оружие, машину, отпугиватель для собак Все, что вы заказывали Получите у Алексея Макарыча В 12 кабинете Он вас ждет Связь с нами по этому телефону По исполнению позвоните Мы сообщим, где билеты и деньги Документы у вас будут настоящие Так что не волнуйтесь Все будет нормально Я никогда не волнуюсь Никогда не волнуются только покойники Я устраняю генерала Бессонова И мы в расчете? Ну конечно Билеты, деньги Улетите в тот же день Мы в расчете Да или нет? Мы будем в расчете Приятно было с вами поработать Алексей Макарович вас ждет Слышь, уважаемый А кто это была? Актриса, что ли? Или кинофотографируют? Для газеты Это не актриса Это модель Силакова Силакова А кто такой Силаков? Что он сделал? Ты читай газеты Все поймешь Вот и славно Через недельку Ладим в это дело Поро с тебя Вызовет следователя На допрос Даже не допрос На беседу А там Ты хоть не будешь против Если наша свадьба Путешествия уйдет до свадьбы Отдохнем Неделю-другую А там Честный перфок За свадьбой Хорошо Ну а почему Мы можем поехать После свадьбы? Ну нельзя Через неделю Экономический форум В Москве Потом У меня встреча В Тюмени С новыми партнерами Командировка Багдад Слушай, ну поехали Когда все закончится А зачем? Ты знаешь За это время я понял Надо верить себе Я себе верю Еще я верю тебе Я уверен У нас все получится Как ты хочешь провести остаток дня? Дома С тобой вдвоем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хозяин! Ветер! Ветер! Не гонишь? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Не может быть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Запускай. Не верю своим глазам. Не верю. А ручки-то подними. Да. Да-да-да-да-да-да, привет. Желаю, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не скрою. Не ожидал. Очень рад тебя видеть в добром здравии. Чем пожаловал? За деньгами. Ты мне остался кое-что должен. Да. Интересная постановка вопроса. Ну что же, давай разбираться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК После того, как ты, можно сказать, отчаял, моя семья осталась здесь. Ты ее бросил. Эти огромные средства, которые принадлежали тебе, они были потрачены на то, чтобы... Не ври. Я знаю, как и на что жила моя семья. Ой, только не надо трогать прошлое. Не надо его ворошить. Не надо. Лучше вот давай по коньячку. И все будет путем. Мы-то уверены, что я тебе ничего не должен. Единственное, в чем я тебе могу помочь... Помочь... Это... Где? Фальшивый видик. Под лампой. Спасибо. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это только говорят, что хороший гаишник жопой чует алкоголика и преступника. Ни хрена он не чует. Как же не чует? Как же не чует? Когда, например, знаешь, как его... Сержант Чувашин, помните? Павлова задержал. Инспектор ГАИ, майор Йоркин, документы, пожалуйста. Счастливо. Так что это все ля-ля, ничего не чует. Разве только случайность. Здорово. Ну что, еще поиграем? Не хочу. Чего? Почему? Может, мороженое хочешь, да? Не хочу. Ну, пойдем, постреляем. Не хочу. Что это такое? Может, ты плохо спал? Да, я плохо спал. Я хочу домой. Слушай, а пошли в кино. Там этот фильм про привидения. Мне уже не надо. Я уже видел одно привидение. Вася, а пошли в бильярдную. Настоящую, для взрослых, а? Я тебе покажу силу и точность удара. Это игра для настоящих, умных и ловких людей, мужиков. Пойдем? Пойдем. Пойдем. И сейчас ты увидишь, Василий, здесь. Подожди. Мне 150 коньяков, мальчонку Соку. Пойдем. Подожди. Разгоняем? Без проблем. А, для начала, по штуке. Без проблем. Спасибо. Спасибо. Вы позволите? Без проблем. Смотри. Быстрее, давай, шутка. А то сейчас увидим. Тихо. Ты подни. Тихо. Ты знаешь, я боюсь, что Васька так может разбаловаться. Ну, зачем ему нужно было сегодня везти на эти операционные? А за тем, что у нас сегодня праздник. Пусть ему тоже будет весело. А Том, он не тот человек, который разбаловаться. Да это не та женщина. А пацанья. Ну, лучше же может понести. Почему ты улыбаешься? Потому что ты просто волшебник. Ты так давно мечтал покататься на лошадь. Ты мне грубо льстишь. Ни о чем таком ты не мечтала. Просто хочешь сделать мне приятным? А ты о чем мечтаешь? В данный момент или вообще? Вообще. Какая твоя, ну, самая заветная мечта? Неосуществимая. Почему? Потому что я хочу прожить несколько жизней. Я очень люблю жить. Страшно. И иногда прям бесшусь, что понимаешь, что человеку дана только одна жизнь. И в этой жизни он может стать только кем-то одним. Хорошим врачом, пекарем, водителем, дальнобойщиком в фуры гонять и в море выходить в настоящую рыбалку. Но это, к сожалению, другие жизни. А у нас она одна. Здрасте. Здрасте. Да, как они не боятся таких маленьких одних отпускать? Ничего, у генерала лошади свирный. И сидит она крепко. Давай еще одну. Хорошо. Кину. Беги. Кажу. Беги. Ура. Вот ты оболтываешься, а? Опять эти мальчишки. Стой. 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 Лошадь, выезды, а там же дорога. Опас. Держи за гриву, за гриву держись. Дай повод. Стоять. Стоять. Тихо, тихо, тихо. Нина, ты в порядке? Все хорошо. Так, в следующий раз осторожнее, ладно? Обседлит, сидишь хорошо. Спасибо. Молодец. Большое. До свидания. Ну, ты все это умеешь. Ой. У меня был разряд по оконному сворту. Потом, когда Васька забеременела, бросила этим заниматься. Ну, а потом жизнь вообще страшно веселая пошла. Я тогда еще мечтала на лошади покататься. А ты мне не верила. Ну, а почему ты не сказала про разряд? А ты не обидишься? Я? Нет. Потому что я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты во всем был лучше. Во всем? Во всем. А. Ты такая нежная, такая ласковая. Ты сказочная. А я представляю, как женщина от тебя без ума. Пукуа. 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 Как будто ты не знаешь. Не знаю. Не знаешь? Не знаешь? А я тебе скажу. А я тебе скажу. Есть мужчины, которые, ну, ну, после занятий любовью отваливаются и копят. А есть такие, как ты? Такие ласковые. Такие нежные. Такие, такие, такие. Ну, во-первых, во-первых, я не занимаюсь любовью. Я просто люблю. А во-вторых, откуда такая осведомленность, а отваливаются и храпят? М? Из кинофильма. Из кинофильма. Молилась ли ты на ночь? М? Близного себя во всех грехах. И не отказываться это не поможет. И единственный мой грех – любовь к тебе. Аминь всем сердцем. А который час? А где Васька? Сейчас мы это установим. Да? Бессонов ко мне? Хорошо, пусть приходит через полчаса. Нет, нет, нет. Мне не нужна его охрана. Пусть останется у вас. Хорошо. Небывалый случай к нам, пожалуй, Бессонов. Бессонов, сосед наш. Встречай гостей. Жаль. Да. К сожалению, я вынужден закончить партию. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Партию. Всем коньяку, всем коньяку, мальчишки Соку. Ну все, продолжим. Без проблем, вдвое уставки. Извините. Пожалуйста. Алло. Слушаю. Развлекаемся. Мы в дороге развлекаемся, потому что мы долго едем. Давно подкажему, что пробки не слушаешь. Все, все понял. В другой раз, потому что мы в дороге давно. Понимаю. Пожалуйста. Мой партнер отдыхает. Добрый вечер. Здравствуйте. Я пришел поблагодарить вас за спасение моей внучки. Ну что вы. Позвольте. Еще раз большое спасибо. А может быть отужинаете с нами? Благодарю в другой раз. Слишком много работы. Из-за происшествия с внучкой совершенно выбился из графика. Если не секрет, над чем вы работаете? Все опальные русские генералы работают над одним проектом. Улучшение государства российского и армии его. Приятного вечера. Все-таки, товарищ генерал, прекрасное вино, медок, бордо. Прекрасный повод. Может быть, все-таки? В другой раз. Еще раз спасибо. Не пропадать же добру. Если ты с генералом никаких дел не имеешь и только по-соседски здоровьешься, почему же он тебя так ужасно не любит? Я для него жулик. Новый русский банкир. И главная задача моя, как можно больше денег выкачать из России себе в карман. Так многие думают, основания для этого есть. Знаешь, как в Израиле говорят? Есть араб и араб. Есть банкир и банкир. Есть генерал и генерал. А еще есть я. И я хочу есть. Здорово. Здорово. Руки мой и беги кстал. Спасибо. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Я его сделал пять минут назад в машине. Еду за деньгами и билетами. Сообщите адрес. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Ну все, сработано, Алексей Макарович. Одним выстрелом двух зайцев. Молодцы, хорошо сработали. Как говорят, комар носа не подточит. Жду дальнейших указаний. Ну добро, добро. Вась, Васька. Ну, мы договорились? Даже не уговаривай. Я в лице не пойду и все. Ну почему? У тебя что-нибудь случилось? Ты мне скажи, какие-нибудь причины должны жить бы для этого? Да, они есть. Какие? Я боюсь. Чего ты боишься? Привидения. Кого? Папы. Папы? Мамочка, прости меня. Я думал, ты... Я тебе не верил. Я думал, ты меня обманываешь, чтобы я не плакал. А на самом деле ты говорила правду. Какую правду? О чем ты? Что папа жив и уехал в Грецию без нас. Ему там хорошо. Господи, ну что ты говоришь, малыш? Этого не может быть. Вася, ну в конце-то концов, ты скажешь мне, как все было, а? Ну, он говорил с тобой, подходил к тебе. Нет. Он просто подъехал к лизойной машине и смотрел на меня из машины. То есть ты хочешь сказать, что в машине за оградой ты видел дядю, похожего на папу, и он смотрел на тебя, так? Да нет же, мам. Это не был дядей похожий на папу, это был сам папа. Иди-ка. Васька, этого не может быть. Слышишь? Если бы папа вернулся из Греции, он обязательно бы мне позвонил. А может быть он знает, что у тебя есть, то есть у нас есть Миша, что вы его любите. И получается, мы покинули нашего папу? Нет, сынок, так не получается. Ты вспомни, как мы жили, когда его не стало. Когда его не стало с нами? Мамочка. Ну? А может, он не мог просто приехать? А может быть, его какие-нибудь плохие люди захватили? Бандиты какие-нибудь? Ну, что ты говоришь, а? Ну, ты вспомни, какой у нас папка был. Он сам кого хочет захватить. Мама, мамочка, я боюсь, как же ты мне быть, если он приехал. Я папу очень люблю, и Михаила тоже люблю. Успокойся, сынок. Этого не может быть. Давай-ка ложись спать. Утро вечера мудренее. Ложись. 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 Конечно, посижу. Только ты спи, хорошо? Хорошо. Спи. Вот это да! Васька, заснул? Заснул. Ну, замечательно. Давай вечерять. Давай. Что у тебя там? А? Обжегся? Садись, я сама. А запахи-то какие! Ты слышал? Кажется, недалеко что-то взорвали. Собаки нервничают. Да нет, это гром. Собаки волнуются перед грозой. Давай. Я хочу выпить за то, чтобы больше никогда ни один негодяй не вторгся бы в нашу жизнь. Я сделаю все, чтобы ни тебя, ни Васю, никто никогда не побеспокоил по поводу той страшной ночи. Да Васька вообще ничего не должен знать. Единственное, что тебе грозит, это пару допросов, даже не проза, беседу у следователя. Понимаю. Это единственное, что мешает нам уехать хоть завтра. Пожалуйста, больше никогда не говори мне, что мы завтра куда-то едем. Меня начинает трясти от этих фраз. Успокойся. Извини, пожалуйста. А ложки, а ложки, где у нас ложки? Ну, ты же сам накрывал, забыл? Угу. Я принесу. Ох, совсем нервы расшатались. Ну, после такой перетряски у кого угодно нервы не выдержит. Они же не железобетонные у тебя. Ты успокойся немножко, потерпи, и мы отдохнем. Да, мы отдохнем. И увидим небо в алмазах. Да, в алмазах. Небо в алмазах. А знаешь, где? Где? На одном острове, в далеком восточном море. Там... Там звезды такие яркие, что... Кажется, до них можно рук дотронуться. Таких звезд нет на нашем юге. И на... На европейском тоже нет. Такие звезды есть только... На этом острове. И море там. Ночью оно светится. И кажется, что... Если зачеркнуть ладонями воду, то у тебя полны ладони. Алмазы. Мы поедем туда с тобой. Да. Да. Я идиот. Какой идиот я? Что такое? Мне три дня назад тому подарили окорок. Настоящий немецкий окорок. Он у меня в подвале лежит. Может, протух уже? Не знаю. Секунду. Да. Да. Взрыв. Слышал я. Я думал, это гром. А... Я принесу. Подожди. В холодильнике. В холодильнике. Я найду, найду. Ну, хорошо. Только меня сегодня не беспокойте. Вызывайте кого хотите. И успокойте собак. А то они совсем там... Разошлись. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНОЛЬНЫЙ КОНЕЦ ИНОЛЬНЫЙ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНОЛЬНЫЙ КОНЕЦ